Всем привет, дамы и господа, а также товарищи, на связи GrimOptimist. И сегодня у нас будет небольшой подкаст. Я вам напоминаю, что это в первую очередь аудио формат, то есть видео здесь просто чтобы было, можете смело сворачивать вкладку, слушать просто на фоне. Я вчера записывал войс для своего телеграм-канала, и в конце записи уже понял, что получилось вроде как довольно интересно, неплохо, и, наверное, стоит это выложить себе на лайв-канал, чтобы услышало больше людей. Поэтому буквально через несколько секунд вы просто услышите мой войс из телеги. Хочу вам напомнить, что если такой контент вам нравится, и хочется слышать подобные войсы чаще, то подписывайтесь на телегу, ссылка будет в описании. Приятного прослушивания. Вот сегодня на стриме в очередной раз убедился в том, что большинство людей, которые что-то употребляют, будь то алкоголь или наркотики, для меня на самом деле это одно и то же, я не вижу никакой разницы. Они очень часто почему-то пытаются как-то оправдать свою вредную привычку. И вот иногда даже мне пишут, сегодня на стриме несколько человек было, кто написал, что вот, мол, я иногда выпиваю, у меня все хорошо в жизни, я веселый, у меня все прекрасно, вообще супер. А ты такой весь депрессивный, потому что, ну, наверное, ты не пьешь. И один чел написал, что он нюхает амфетамины, там курит план несколько раз в неделю, и тоже все у него просто, ну, с его слов прекрасно. И у меня вот главный вопрос к этим людям. Вот если у вас все хорошо, вообще вам это никак не мешает, и жизнь у вас просто малина, то на кой хрен вы мне-то это пишете? Я вас не знаю, мне по большому счету насрать, как у вас дела обстоят, да, от слова совсем. У меня почему-то складывается впечатление, что люди пишут вот подобные сообщения, в первую очередь самим себе, чтобы в очередной раз как-то доказать самому себе, что да, моя вредная привычка вроде как не мешает, ведь все нормально, вроде как я живу, я не нарк, я не там, ну, не знаю, не пробиваю никому голову кирпичом, чтобы сбегать за закладкой и ширнуться. Вроде такого нету, я работаю, у меня там есть даже, может быть, девушка или жена, и вроде все, то есть вот это идет, как сказать, самоубеждение. И у меня, ну, возникают такие мысли, что если у человека как бы действительно все нормально с его слов, то он даже не должен заморачиваться, то есть он даже думать не должен о том, что что-то не так, и уж тем более самого себя как-то в этом убеждать. Ну, это с моей как бы стороны, да, так. И тут есть еще обратная сторона медали, что большинство людей, которые зависимы от чего-то, будь то синька там, да, или опять-таки говорю, ну, наркотические вещества, кстати, даже синька в большей степени, что, ну, алкаши и вообще выпивающие даже люди, они очень часто не видят самих себя со стороны, и им кажется, что вроде, да, я работаю, у меня все нормально, то есть, ну, да, я там в выходные там сижу, пиво пью, смотрю там, я не знаю, футбол там, или бокс, или не знаю, ну, еще что-то. Вот. Они не видят того, что на самом деле их вот эта привычка вредна, она напрягает окружающих. Очень часто. Просто потому, что, ну, вот, я не знаю, как это работает, но вот не видно самого себя со стороны, а им кажется, что все хорошо и все прекрасно. Но зачастую, я думаю, что если большинство этих людей спросит своих домашних, свою жену, там, детей своих особенно, вообще, ну, там, вас не напрягает, что я там вот в пятницу и в субботу сижу и там пиво спью, да, весь день, то, скорее всего, да, если достаточно доверительные отношения, и они не будут бояться сказать правду, то, возможно, ну, в мягкой форме что-нибудь скажут, что, ну, хотелось бы, чтобы ты это было пореже, там, не каждый выходной, а хотя бы там два раза в месяц. То есть, ну, скорее всего, так и будет, потому что, ну, вот так вот бывает. Мы вообще со стороны плохо себя видим, да, и тут вот у человека, который выпивает, у него эго, оно немножко гипертрофировано, оно перекрывает какое-то здравое мышление. Есть такая херня. Это печально, но это так. И еще хотел сказать, что вот человек, который мне писал, что, мол, он такой веселый весь, да, и как бы алкоголь ему помогает получать удовольствие от жизни, мне почему-то кажется, что такой человек, он гораздо более депрессивный, чем я. Во-первых, как бы, ну, то, как я себя веду, это не значит, что у меня постоянная депрессия и плохое настроение. Просто, ну, у меня вот такое поведение, я не ору, как долбоеб, там, во весь голос на стримах, не радуюсь, не ржу в голос, ну, вот такой я человек. Вот, и даже если я говорю о чем-то, может быть, не очень хорошем, или в каком-то таком, ну, может быть, не совсем позитивном ключе, это не говорит о том, что я в постоянной меланхолии и депрессии нахожусь, просто, ну, вот я такой человек. То есть, меня в моей жизни, в принципе, более-менее все сейчас устраивает, и мне грех на что-то жаловаться. Даже мое здоровье я стараюсь потихоньку исправлять, я прикладываю к этому усилия. И, да, и у меня есть такая возможность этим заниматься, да, и, в принципе, на этом, ну, это уже хорошо. Многие такой возможности лишены, поэтому, как бы, ну, все окей у меня. Вот, но мне почему-то кажется, что человек, который вот, он радуется, у него все заебись, вообще он такой весь веселый, но ему вот требуется выпить, этот человек, повторюсь, он гораздо более депрессивный, чем я, потому что ему для того, чтобы просто радоваться каким-то вещам, ему нужно выпить обязательно. А я представляю, если этого человека просто вот возьмут и отберут, да, его допинг. Ну, просто там, врач скажет, что, о, родной, да у тебя печеночка-то уже вся зарубцованная. Цирроз-то не за горами уже. Или поджелудка уже приезжает, уже, как говорится, там, может быть, не за горами там какой-нибудь некротический этот панкреатит, или как он там называется. И все, вообще нельзя пить, нисколько, даже бутылку пива, даже рюмку водки нельзя выпить. И вот как этот человек будет жить? Да, вот хороший пример Хованский, кстати, да, вот опять же взять, ну, человек, который алкоголик. И все, он говорил, что у него смысла жизни нету, жить без алкоголя, да, ему, при том, что он даже гашиш там каждый день курил, даже это ему не помогало. То есть ему нужна именно синева, то есть ничем это не заменить, никакими веществами. И все, этот человек говорит, что он, он говорит, я лучше буду пить, и сдохну там, да, цирроза, но, блядь, буду пить. Потому что он не видит своей жизни без алкоголя. И вот я боюсь, что такая ситуация может произойти с очень многими. Просто надо подумать о том, что мне, повторюсь, для того, чтобы чему-то порадоваться, да, мне не нужно ничего употреблять. Вот и все. А если тебе нужно, то, скорее всего, это не я депрессивный человек, а ты, потому что ты используешь допинг. То, что там я, эти, хаваю этот микродозинг мухоморов, я повторюсь, он никак не воздействует там, это не эйфоритик и не вызывает какого-то повышения настроения. Все, что он делает, это немножко, ну, лично, как у меня. Включает внутреннего психолога, который помогает решить какие-то внутренние недопонимания, да, и более немножко рационально и, ну, как мне кажется, продуктивно мыслить. Все. Больше это ничего мне не дает абсолютно. Все остальное, как бы, все какие-то положительные эмоции, это то, что я делаю для себя сам. Я создаю эти ситуации, которые мне приносят, там, занимаюсь удовольствием, занимаюсь какими-то любимыми делами, еще что-то такое дело. То есть других способов я просто не знаю. Вот. И у меня, ну, получается, это там, когда как, конечно, но тем не менее. А если, говорю, вы каждый выходной сосете пиво, там, или еще что-то с пятницы до воскресенья, там, или даже до субботы, то, скорее всего, это вот вам помощь-то какая-то нужна. И, скорее всего, у вас какая-то глубокая меланхолия, депрессия, которая, может быть, годами уже тянется, и вы ее пытаетесь глушить, и вроде даже получается, но она не уходит и никогда, скорее всего, не уйдет. Так что вот, ребят, пишите в комментариях, что думаете. Но вот я что-то сейчас посидел, подумал и понял, что вот эти люди, которые мне что-то все вот это вот пишут, пытаются как-то, говорю, самооправдаться, что-то, там, не знаю, мне объяснить, доказать всем. Ну, мне кажется, что человек, у которого все хорошо, которого ничего не беспокоит, у него все классно в жизни, вот такой хуйней просто заниматься, в принципе, не будет вообще. Зачем просто, если и так все нормально? Зачем мне, абсолютно постороннему человеку на ютубе что-то доказывать и объяснять, что вот я не пью и я не прав? Я избавляюсь от тех вредных привычек, которые мне мешают жить. Я когда-то бухал, и меня чуть не очислили из института, да, у меня были проблемы, я бросил пить, да. У меня начались проблемы со здоровьем, я бросил курить. Вот как бы, ну, это то, что мне пришлось сделать просто, чтобы увеличить качество своей жизни. И, в принципе, я не жалею о том, что побросал все это дерьмо. Вот и все, это было именно мое решение. И объяснять мне то, что вот вы не можете бросить или не хотите, и у вас все прекрасно, не нужно. Не нужно, тем более, говорю, самих себя в этом убеждать. Просто задайте себе этот вопрос и постарайтесь на него ответить честно, не убеждая самого себя ни в чем, не пытаясь как-то ответить нечестно, а вот именно просто подумайте и решите для себя, так ли все хорошо, как кажется на первый взгляд. Ладно, друзья, всем всего хорошего, давайте, как говорится, не скучайте, всем спокойной ночи и всем пока.